и такое возможно но это после неких тренировок а пока мы вернемся немножко назад и так на прошлом уроке мы изучили вот такой бросок с руки в руку через один оборот и даже бросок на лоб но это пока простые детские бэзи такие прыжки брыжки сори сейчас мы будем пробовать усложнять если мы можем сделать такое и если мы уже можем сделать вот такое иногда то мы можем пробовать делать что-то Вот такой мы можем пробовать делать что-то посложнее. Видите, немножко посложнее. Поднимаем ногу. Эт, эт. Нет, этого я раньше не говорил. Поднимаем ногу. И бросаем по ногой. И подсаживаемся. И иногда нужно подсесть очень низко, для того, чтобы это получилось. Иногда нужно переместиться в бок. Но это, конечно, зависит от броска. Надо стараться, чтобы бросок был поточнее, почетче. Как вы видите, я нормально, абсолютно нормально отношусь к тому, что у меня не получается. Я к этому призываю вас. Я специально оставляю именно этот дубль, где у меня не получается. Я могу встать и перезаписать, чтобы у меня все получилось. Но тогда вы не видели бы реальную картину. Я хочу, чтобы вы видели реальную картину тренировок. Что даже у меня, хотя я там недалеко не мог, я совсем недавно занимаюсь трикингом. Но я уже довольно плотно занимаюсь трикингом. И у меня статистика хромая. То есть, это нормально, если у вас падает кепка. Это у вас, это нормально, это абсолютно нормально. То есть, так и должно было. Как я начинал? Я брал какое-то движение, делал десять раз. И у меня получалось один. И я был рад. Оху, у меня получилось. Потом два, потом три. И так потихоньку. Да? Я шел к тому, что было десять из десяти. Некоторые движения, например, вот такие, я могу сделать десять из десяти. Но некоторые сложные, я до сих пор могу сделать только один из десяти. Это нормально. Это часть процесса, часть развития. И поэтому я не стал это вырезать и оставил это для вас, чтобы вы понимали. Чтобы вы не расстраивались, если у вас не будет получаться. Оп. Видите? Не получается ничего. Оп. Самое главное, это фокусироваться на удачах. На том, что у вас получилось. И тогда, тогда вы будете себя позитивно поддерживать все время. Правильные гормоны будут выделяться. И вы будете развиваться. Это очень важно для трикинга. Я не зря это рассказываю. Хотя это можно применить и для жизни, и для танцев. Но это очень важно для трикинга. Потому что в трикинге особенно результат налицо. И когда ты делаешь раз, два, три, четыре, пять, как это не получается, то хочется вот так сделать. Та ну, ничего, все. И все бросить и уйти. И поверьте, я так делал много раз. Я говорил с другими крутыми танцорами. И Соло рассказывал, как у него кемка, микроссовки летают, когда у него что-то не получается. Это нормально. Это нужно иногда сделать, чтобы выпустить динамин, злость. Потом успокоиться, взять и начать у него какой-нибудь другой трюк, или этот же снова. Вот. Вернемся к технике. Поднимаем ногу. Стараемся сделать бросок с одним оборотом. И присаживаемся, передвигаем свою голову по горизонтали и по вертикали. Еще один более сложный бросок, это сзади, из-под мышки. Вы немножко наклоняетесь, ставите руку и оп. Иногда получается. Видите, меня несет в сторону. Значит, надо отрегулировать бросок, чтобы он был более точным. Иногда нужно придать скорости броску. Вот здесь у нас есть такое натяжение. Натяжение. Мы можем его почувствовать во время броска. И в некоторых моментах, как, например, вот сейчас, его можно усилить, это напряжение, натяжение, чтобы получалось сильнее. То есть ускориться в определенный момент, перед тем, как отпустить кепку. А еще очень важный момент, это замах. Если нет замаха, то бросок получается кривой. Очень часто. Замах обуславливает правильное продолжение самого броска. Во многих случаях правильное продолжение зависит именно от замаха. Видите, этот бросок немного посложнее. Вот, и статистика у меня немного ниже. Но это значит, что это невозможно. Надо делать.